пока не слазьте она 5 минут пораньше встал чтобы заснять где вы лежите так что у нас тут за братья ночует о как-то что-то развернула тебя туда в другую сторону то так удобнее а удобнее так нет неудобнее так неудобнее удобнее спать голова где холоде а ноги в тепле печки ногами неправильно развернись сегодня туда никита чего сне-то видел а я уже подготовил думаю дай-ка я встану на 5 минут пораньше но начальник попай рука не вставайте пока сейчас я засниму все маленькие вот они потешатся сейчас за звенит ваш телефон спят тихо а форточку когда будете открывать на ночных холодно было еще холодно было правильно тогда воде кита понежите охота ну кто из вас вставал в 440 так раньше что рисовали не знали уже чему-то ты научился одеяло то я вижу у тебя и вроде теплые вообще тут коровать то рассчитано на то почему такие широкие кровати сделано вот раскину руку одной рукой туда все вот так вот вот так сюда это означает что потом минимум полтора метра это рассчитано то что если в лагере будет холодно ребятишек вот так вот ложись поперек кровати сколько можно было свободно за человек пять положу но и так считая воспитатели на верхние вот эти как веревочка тут маленько прослушивается если нужно широчка вот так открылся закрылся вот я здесь на столе вот все есть я не помню это шапочка какая-то как у монаха монашеская шапочка какая-то лежит что здесь есть вот мне купили приемничек мара может что-то слушать по нему это у меня старинный подаренный древо жизни называется как организация компьютер падает подарили привезли александр иосифович нежный писатель из города москвы меня спрашивает он привозил по тюрьмам там по лагерям дарили вам компьютер надо зачем я говорю вот состояние к зачем он мне нужен ну печатать там и дурочная что печатать у меня печатая машинка украина 2 вот вот сейчас 5 без 25 вот так нужно вставать почему ответить не могу это внутреннее побуждение потом я нашел мать тереза все вы вставали в 440 потом еще раз нашел все подъем рота подъем все ребята мои все тут кухня вот она какое здесь готовят на кухне это вот столик столик за столиком это моя постель ну сверху палаткой накрыта военной так темноте я кое-как накрыл вот рядом плитка он на плитке там открыть и брать это видно где на такое на такое рассчитано чтобы что-то вошел а тот русской это русская голланд к я ее делал очень удачно сделан видите какая высокая высота ее больше двух метров ну вот духовочка с этой стороны здесь для кошек сделано здесь видите как полочка на полочке все сделано одна полка два три четыре пять шесть семь полок и вверху вон стоят огромные книги старинные у меня тут или советинская библия вот такая другие книги что-то переплетенное вот так видите как маленькое пространство совсем маленькая называя затаренная на мертво закрыта до шторки внизу шторка 1 покажу вот такая вот шторка впереди днем зашито туль тюлем а потом плотная вот там не хватило и как одеяло вот это такое как одеяло вот здесь вот здесь все так книги тоже сидеть мы уже было стулья стулья вот это выброшенные были все стулья палочку предел на что привязала и тут привязал не просто так возик забитый завернуты это тоже вот эти какие прикручены или минимум и пролочек то есть жить можно в бедности а все бедности то даже деньги лежат 100 рублей на пятерых вообще шикарно ну здесь календарь календарь 2013 тут все жил виктор николаевич а строил больше это мой материал был андрей дробот глухонемой вот интересно очень послушный умелец такой все делает строю но как только построил домик сразу распрягся вышел из повиновения стою когда хочу мы все остальное проще окончила чем и чем полной катастрофой бах баху суд подошку поставил вот второй здесь этаж это два этажа видите один этаж это вот мое место 2 это для посуды посуду все здесь закрывай скорее о кошек запустили ведь рядом полный вещок это на нем обувь дальше не проходить утром стали то ли то пришла привез своих кошек здесь вот еще показать что сразу не показал постель не заправляется примерно в течение часа чтобы проветриваться ну и прочее деревня вчера один день прошел здесь не могу нарадоваться и во сне то все вижу такое а то сухари привез потолку чтобы я на мышкой не тронула когда нужно крайний случай и шкаф сделал видите как шкаф вот учета в нем есть тоже там сохранится говорят как жить заботиться в деревне все своими силами построили материал достали вот так сейчас я пойду на улицу везде книги а вон там мне подарок архимандрита арсения кондратюка видимо что украинец был в синоде жил в америке это итальянское издание полное 12 томов я на златоуста впервые видел одно издание очень сильное и он с полки снял у него там печать поставлена кондратюк архимандрит во франции служил и мне подарил и когда вашингтоне виктор потапов подарил мне компьютер то у меня был выбор в готове другое сам в самолете больше не разрешалось а ну я подержал в руках думаю компьютер может достать а златоуста нет и взял златоуста и когда над океаном летели внизу были огоньки думаю сейчас упади что но я прижму к себе и сижу чемодан полный чемодан 12 томов они толстая бумага толстая вот так вот показать внизу всякие сумки вот эта большая сумка много места занимает узнать что за сумка еще вот туда куда-то и засунуть это место даже мы свободно перед сумм освободить это место полностью от это место пространство должно быть полностью свободных ничего нет и вы поймете что это обдуманных это пленки и пленки говорите диски вот внизу тут еще эти шкаф как поэтому никогда не надо роптать что того другого нет нет еще построил все вот у меня спрашивает у вас жизни было такое чтобы делать надо и такие препятствия невыполнимые ни одного не было случая единственное что меня сильно как бы затруднило это открытие визы великобританию но я стал спрашивать но все-таки возможно или нет возможно все вопросы сняты на отпечатки пальцев роговицу ехать надо новосибирск машину не сам за рулем кто поедет все вопросы бог разрешил и когда здесь мне задержали открытие и то москве я подумал в посольство они даже засмеялись новосибирске отделение этого на пушечный выстрел не допустят как и допустят я же верующий а еще смешнее и однако встретились посол не посол там кто заместитель вышел я ему книги подарил и все это заснято и вот нами улыбался фотографировался вот как еще виталий спится хорошо здесь вот постепенно твои спортивные успехи все должны быть направлены на работу хорошая крепкая работа должна быть с радостью так я пойду сейчас на улицу или все наши который давал тебе эти инструкции тщательно проверили где-то их спрятать или выбросить что тут нужно евангелия вот чем едут на благовестие все у нас есть и показал еще рукобойник вот какой рукобойник обыкновенный привязаны эти проволокой кружка наливать и фляга с водой а рядом вот этот стульчик подремать веничек подмести можно было ведь и вот примерно по обстановке каждый может сказать еще даже не знаю сколько квадратов но не больше 20 квадратов вот эта вот комната все здесь кухня здесь столовая приемный зал увидите здесь столы были один за другой как у меня на всю комнату почти цеплялись и много людей можно принять сейчас я выйду еще в сене так подожди-ка я маленько то 7 сейчас один из пока не выключать чтобы в сенках так покажи какие то что у меня за сапоги сапоги старые принес Андрей мне починил видите проткнули там этими вот приехал другие сапоги есть на это рубаху принес вчера батюшка позвонил в местную метрополию ну и как а секретарь говорит собирался вдруг не могу не могу почему какое-то дело а владыка о владыка собирается владыка ну при это бывший секретарь до него был архимандрит филарет а я у меня дядя мамин брат на фронте погиб тоже филарет это все а тут полочка для головных уборов вот она видите как все ну просто что-то я не захватил может быть календарь и Андрей сделал тут отломился коса смерти написано все да все умрем и все представим на суд божий вот да на что не глянь вот абсолютно ты бы знаешь оделся лучше я тогда бы маленько попутно на этот интервью дам в это в стенках на выходе людям очень интересно вот где у нас самый современный счетчик покажи его вот приезжать притяните нет рядом зеркальце вот тут веревочка натянута в случае чего он вверху он хамарики летает можно позиции ну а где видите когда моется где-то вот залить и залезла уже где все довольны голубоглазое чудо а быстрее все это давай вот еще уход идет ну-ка пошел что здесь только заходишь вот пожалуйста и сказала мы дети проповедуйте по всему миру и пропадать евангелие всей твари а то у меня крылья от разных ястребов а это колокол 1774 год я занимался преступником у меня две собаки в уголовном розыске я занимался но и рядом живу около линии железнодорожной и поезда туда идут останавливается и сюда красный светопор ну так положено им а раз останавливается значит бомбят и бомбят крепко я иду как тогда я ходил с собаками дежурил во внедомственной охраны в милиции гляжу вытаскивают большие ящики ковры а я один ночью вообще безрассудно так поступал сейчас вспомню а и 4 человека я один и грабят тут за то что ты видел тебя я как крикнул их прекратить остановились это так быстренько вещи поднимайте кверху для собаки рядом сейчас будете порваны они не видят кто за мной стоит ночь быстро и все обратно погрузили погрузили в маг вагон забрасывали там ящики с маслом были еще что-то потом это узнали то так больше чтобы вас здесь не было даете слово или нет или завтра милиции все будете сидеть отец да ты что да ты и в общем я спрашиваю я пошел ваше дело здесь так сидеть на место собакам они сидят не тронута собаки были у меня первое место занимали всегда я занимался день и ночь даем слово так я даю слово что я не скажу что вы здесь были надо узнали все линейный отдел все узнали милиция ко мне нагрянула кто был я говорю я им дал славу что слова что не скажу ну ну как же тогда но мы знаем что вы заставили весь товар что скинули они там что-то такое ценное было чуть холодильники кажется то есть работа у них шла большие такие саперные ножницы там они перерезали забирались и не знаю из холодильника там вытаскивали линию лучше выйти начать лучше туда все свет мешает мешает свет выключить надо а какой надо мне на улицу можно выйти а можно на улицу выйти я не пойму можно на улицу выйти говорю ему вам я выйду сейчас подожжу минутку ты ничего не расскажу это очень интересный случай то но и милиции я не рассказал где где и чего и они милиции ну постояли все я говорю товары вернули вернули вообще еще надо то а у меня хорошие отношения я вел регулярные встречи ну как сказать проповеди 5 отделов милиции городских городское и краевое краевое помню как около 700 человек офицеров за мной приезжали я выступал это линейный отдел линейный при милиции это ну и вот один из них потом встретился мне и говорит мы говорит тут машина шла горит церковно опрокинулась и по такие круги вот такие вот примерно воску толстый воск настоящий с пасеки и там вот прямо вдавленный лежал колокол а то подарок от преступников от уголов расхождение то его какое и какой звон то у него вот поймете я чего бы ни коснулся и везде у меня целая история вот такой ястреб вот и вечером идем уже солнышко к закату но еще не захотелось голуби рано ложатся спать гляжу голуби сидят на крыше видите беда какая-то кто-то на голубят не голубята на бане было ну видите схватил кажется клюка была мы побежали тут я дернул закрыли и забегаю залезли только туда на баню а там ястреб вот такое крыло это одно вот второе но это не пропитанная это боль тут поел а то-то а сам здоровый такой он как гляжу валяется один голубь съеден и второго доедает как он бросился на окно тут растерялся крылья то я его он как когтями взял вот где он воткнул когти у него сразу с соткнулись а посмотри какие когти вот его нога вот отсюда видать должно быть вон они видать нет вы какие когти этого нога такая мохнатая это крыло народ его а крылья всегда здесь я прибивает для детей стоит другой стороны но он видно что да да видно вот ну что поймала его туда вытащил ножом ему и гонок доход взгляд какой горды уже все перерезано горло еще взглядом так повернулся налево на право голову повернул вот я не раз как чеченец какой-то горды такой вот если мы вышли здесь у меня книги по там разложены немного виски показывают это на мешки с разными там где-то что нужно инструмент велосипеды стоят вот я видите такое маленькое пространство как будто на это комната 20 квадратов то а здесь больше здесь свадьбы были здесь 60 человек пресс-конференция могла бы 60 человек принимая у меня столы вот они лежат 20 человек за этот стол войдут вот он стол с двух сторон и стулья специально и сделано сварены это павел брат мой взял вот здесь мы молились позади с этой стороны покажи эти распятие это все убирается там в мешочке тут никого не было и здесь столы не было до стены много людей уходит то здесь и вот здесь скамейки идут на этой стороне на той 20 человек вот здесь вот были вот так повернута здесь 20 человек но и дальше туда пройти здесь холодильники два стоят но это все тряпки сейчас навешали вот это евангелие это тут и надо свет включить другой вон там включи его хорошо нажать надо вот здесь вот стол видите вот еще 20 человек какие железные это сваренная на на чем это павел сварил где а вот здесь лежат доски которые на скамейке толстая там пятерка или семерка ну все как сделано видите еще обыкновенное простое но когда сколько здесь вот это окна когда открываешь тут окна во всю стену почти стену а здесь большой экран здесь вот так вот ставят скамейки тоже они где-то лежат здесь это детский просмотровый зал фильмы даже раньше у нас видеотека было где-то 200 или 300 фильмов было на сейчас то вообще счета и никакого нет это книги и вот дальше здесь еще покажу посмотри вот они лежат скамейки показать какие они толстые обрезаны вон они лежат этом скамейки а это для детей поперек который это он там длинные лежат и вот эти на что скамейки ложить эти сваренные железные вот они все в одном месте ничего не гниет это вот видите вдребезги истлело ну сами заменят это шторка такая у нас шторка ну кто скажет ну как живут ты еще не знаешь как интересно живут здесь каско я здесь держится есть эти капканы висят вот они где если крысы появлялись то вот это вот книги какой том 30-й том легко взял такой ну и дальше оттуда мы тоже выезжали какие-то еще тут и гардероб фотовики не видно да да здесь у меня запасные мешки была у нас женщина одна тарасова лидия у мне муж где-то имел доступ он не член церкви и он доставал мешки мне мешки пропиленовые не знаю сколько не меньше чем сотни наверное еще не тронутые я всех снабжал вот они лежат мешки видишь какие по деревне раз каждому по 20 мешков на семью а тут отлетела это картонка то на улице видать щели надо будет за забить окажут так вон она моя опустилась если не смотрели то тут снег обязательно был по товары тут все тут есть закрыто пленочки я начал показывать для того чтобы научились люди жить в бедности красиво и интересно благодарение богу здесь смотрю это все евангелие разные вангелии вот посмотри сколько евангелие все это на благовестие вот большие здесь это бывают новые заветы библии там тоже то есть затаренное пространство банки это отдельно еще где-то и палатки военные летное училище было я там был занятий когда расформировали его превращали в институт юридический милицейский то мне многое дали 70 кителей там 70 брюк фуражки все такое все это длите видите как здесь сделано на чем стоят эти сбитые щиты какая обыкновенная доска сколько на 20 лет раз два три 4 5 метр там почти поменьше маленько 15 15 15 15 на счет 30 60 75 тогда на так выходит а это идет что у нас счетчик или что нет это включать тумблер на на лагерь а на лагерь на лагерь отсюда идет свет столбы все сами ставили столбы пасынки привязывали и вот здесь на полу видите кухня вышел взял вот посчитай на 20 квадратах так мы еще здесь содержим у меня за лето в среднем было 108 109 человек в лагере всем обеспечить его обувь там отдельные склады есть вот это как подключается свет идет это наверное на колодец качать вот и другой вот он это в баню опять же переключил на эту пошло в баню вот куда не глянешь и увидишь что можно жить и притом в радости притом то что мы не чувствуем недостатка а хотели бы больше зачем мы как раз умещаемся здесь вот сегодня я пораньше я ложусь и пораньше встал ну и ребята не будут роптать что я так на 5 минут раньше то их разбудил показать нам да видите это книги лежат те же самые те это один надо другой дополняет они были там на другом доме называется саманной а теперь перенесено все суда вот так это вам урок меня не будет а вы просто посмотри для ребятишек как интересно показать у нас кор коршуненок был просто с ребятишками играл здорово метр тридцать крылья вот она где какие ну и вот за грачатами полетела мы пошли молиться и он как прилетел мокрый был дождик то и на повороте высокомольтное ленин крыльями замкнул его убило я написал стихотворение видите положил на музыку и поет коршуненок коря крючка нос и не боялся ничего и вдруг любознательность тебя заносит на смертельные последний круг это как бы их молодежи наркотики один раз уколоться понимаете коршуненок и дети пели это делаю они плакали они очень любили его здоровый так мы молимся а он я иду за сапоги и не спросят кормить надо было но ты как интересно вот дети как развивается то что они должны знать птиц вот покажи здесь рога какие это целая он они делают рога барана рога тура тура один чуть не забодал старосту тут целая история за каждыми рогами это козел это страусы привезли вот на полке посмотрите инструмент каски для мотоцикла вот гляди что что здесь только тут чего нету все есть абсолютно однажды мы завтракали утром и смотрим страшный человек какой-то идет и за ним теленок а в это время йог шерстая породы мощный бык такой достан так дорого стоило от отрок его игорь пошел не не взял с собой ничего но уже у него было такое что он мог даже напасть но не было то чтобы нападал то где-то но и он у него на игорь счетом корова гулялась или так он сидел книжку читал у него повалило давай и у них как рогами трава грязь у него колол здесь в ногу все туда это в грязь сято заходил он проколол его и у него теленок был ручной и он от быка то как-то отбился с собой пошел даже палки не взял ну как это может так он беспечный такой игорь в этом вопросе то но и идет и так вот а потом сколько лечился он вот а вчера мне рассказывал ты наверно что пас и оси да оси пошел пасти и взял с собой кувалда кувалда колон 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 с большой длинной ручкой в степи пасти короб зачем жалобы сталина одного быка много если пойдет значит пасут с кувалдой вот это я понимаю правильно а то пошел ничего нигде нету а как надо я говорил отпиливать рога то есть подпиливать чтобы они были тупые и второе на голову вешается доска все время у него доска он видит как у лошади шоры чтобы она никуда в сторону голову не поворачивала только прямо видела и и доска это все время вот так на на колышется он наклоняется траву есть а вперед он не видит и он в опасках когда он не видит и ты внезапно его ударил когда он пошел то и брать надо за ноздрюль его сюда руку сунь на ноздрюль широкий самое больное место и кольцо ему вставить туда за кольцо тогда ему не для тебя будет понимаете как доску повесить подпилить рога я говорил не послушали не послушали потерпели потерпели ну ладно человека не задавил а это час до игорю говорят там женя отказался постигать не пойду пока бык этот есть поэтому тут игорь чего еще мне делать дома оставляю или забивай а этот тюрики называю фабрика макаронная директор морозов геннадий иванович нынче ему всех благодетелей нашел и всем подарил книги он сам приехал ко мне на ползунова я говорю вы мне еще кроме всего прочего подарили вот эти тюрики а что такое игру желток была желток видно и ищи здесь в виде порошка и здесь а теперь пшеницу храню для голубей смотри сколько 33 ряда 3 это второй раз это 6 ну и дальше сколько их там стоит рядами и кроме того мешки под подцепленная у меня висят на крюках ну сколько ну тонна полторы две тонны для голубей и одна мышь нельзя там в городе меня мыши там доедают вот видишь сколько показал на входе и на выходе из дома везде сумочки не мешает только на фильм будет тут все это разбазарим выключайте пожалуйста это и на дверях посмотрите надпись большое зеркало здесь же крест а то миша коряков со сделал ведь какой ровно крест такой должен быть крест вот эти как он сильно хорошо сделаны но это он кажется сделал не знаю андрей мастер мог сделать откуда не поверни и везде в затаренном пространстве же в этом кошки отсюда лезут и там они в комнату заходят отверстие а когда не нужно их оттуда выкидывать там заткнули дыру и все все пока а